Добрый день! На связи Прещанокопская, юго-восточная часть Ростовской области. Примерно через 9 минут здесь, на центральном стадионе имени Игоря Тотановича Чайки. Стоится игра 17-го тура, Мелбет первой лиги, в которой Чайка примет Тюмень. Наслуждают первый очный матч между этими командами. Чайка на 8-й позиции перед сегодняшней игрой и при победе. Можно даже заглядываться на квартет лидеров, хотя об этом, конечно, максимально рано говорить. У Тюменья ситуация гораздо более сложная. Последнее место и отставание от спасительной. 15-й позиции, 8 баллов. Пелех, продолжает Чайка атаковать, низом хорошая передача. Дальше в штрафную. И в центр Хохлачев удар! Разыграно неплохо, справа ноги пробил Александр Хохлачев. В касание. Противоход Евгению Гошеву. Перевод на правый полуфланг. И это еще одна атака через правый край. Бомангиреев в центр. Никита Малеров. Мяч у линии штрафной! Какой гол! 1-0. Чайка забивает. И Данила Янов отличается взятием ворот. Он минуту назад был близок к голевой передаче. Ну а сейчас оформляет сам. Взятие ворот. 20-я минута. Чайка забивает. И снова правый полуфланг. Работает у Чайки. И работает отменно. Подбор за Чайкой. Посмотрите, какая быстрая атака. Хохлачев пытался проникающий пас выполнить. И удар дальний! Какое спасение Евгения Гошева. И какой выстрел Хохлачева. И очередная ошибка Тюмени на своей половине поля. Пытается через пас снизом выходить Тюмени в атаку. Ошибка Яна в дальний угол! Гоша выручает. Сама себе проблемы Тюмени придумывает. Нужно проще действовать. Если не получается выходить через короткий и средний пас, нужно просто выносить мяч. Как говорится, бей вперед, игра придет. Да вообще весь правый фланг сейчас у Чайки мега продуктивно действует. Еще один навес. Удар! Вот этот правый фланг. 2-0 Чайка. 26-ая минута. И тем не менее нужно что-то менять. Срочно нужно что-то предпринимать. Иначе даже с одним набранным баллом отсюда не уехать. Отличная подача. На левый фланг передача. Дальше навес в штрафную. Вот он шанс. И какая позиция хорошая. Просто нужно было попасть. Громадно позволил Тюмени атаку продолжить. Вот шанс. Хозяя проникающий пас. Хохлачев. Хохлачев не забил. А мог оформить дубль. Какая была позиция классная. И снова центр обороны Тюмени. Дал слабину. И ведь простая по своей сути атака. Заброс. Разрезающая передача. Выход 1 на 1. Руденко очень старается. Момент имеет. Очередная ошибка Тюмени. Уже сбили со счету. Какая по счету ошибка. Хохлачев. Должен был забивать. Но ногами здорово сработал Евгений Горшев. Ну что с Тюмени происходит? Почему очередная ошибка на ровном месте? В довольно простой ситуации. Толком даже Чайка не прессинговала. Нетипичная ошибка Чайки. Чайка чаще всего пропускает после 75-й минуты. 7 мячей. Ну-ка. Вот сейчас было бы хорошо под факт, да? Если бы Тюмени забила. По таймингу было бы идеально. Сразу прошла передача на Левина. Далее в середину. Так быстро с левого фланга на правый мяч перевели хозяева. Подача. Завершить нужно голом. Да. Красота. И вдвойне приятнее, что забил Александр Хакачев. Он ему в голову служил. 3-0 разгром. Александр Хакачев. И какие эмоции. И как доволен Евгений Голешин. Капитан Чайки оформляет дубль. Позиция неплохая. Пошла передача направо. Но в темп не очень удачная передача получилась. Вот сейчас Варапаев. И Михаил Штепа выручил. Если я хвалил игру Чайки против Алани. Там 3-2 и валидольная концовка. То здесь 3-0. Без пропущенных мячей. Очень важная игра. Разгромная победа. Игра на ноль. Михаила Штепы.